У всех острых кишечных инфекций симптомы одинаковые. Тошнота, рвота, озноб. Установить причину отравления и поставить точный диагноз можно только по результатам анализов. В лучшем случае вместе с зараженным продуктом в желудок попадают токсины. Тогда при своевременной терапии выздоровление наступит быстро, через 3-4 дня. А на борьбу с альмонеллезом и дизентерией понадобится не меньше недели. Немало тех, кто сейчас в оксюбинской инфекционке, получают лечение именно от этого заболевания. В этом году количество больных с альмонеллезом меньше стало, но они поступают. Больных с пищевой токсикоинфекцией поступают, но тоже я не сказала бы, прям такой сильный наплыв идет, но поступают они. А от чего они травятся? От чего травятся? Здесь, получается, например, купили пирожок с капустой или с картошкой старый, да, ну уже не свежий, например. Пищевая токсикоинфекция развивается, когда при употреблении в пищу несвежих продуктов. Пока не так много горожан обращаются с жалобами на некачественные арбузы. Официально полосатой ягодой отравились двое детей. После проверки выяснилось, что в арбузах содержались нитраты. Также люди подхватывают кишечную инфекцию из-за нарушения правил кулинарии, употребления немытых овощей и фруктов, молочных продуктов, купленных на стихийных рынках. Мороженое тоже бывает. Такие вот продукты в основном идут. Тортики, пирожные. Ну, как бы мало, но в основном, конечно, молочные продукты, кефир, йогурты. Но для того, чтобы предотвратить подобные случаи и снизить уровень заболеваемости, медики советуют не только соблюдать правила личной гигиены, но и не употреблять некипяченную воду и тщательно следить за приготовлением пищи. Лиза Цакива, Сергей Калашников, программа «Факт».